Всем привет из столицы Канады. У меня идея. Мы сегодня отправимся в путешествие всей семьей. На выбор у нас Торонто, Ванкувер, Квебек и Монреаль. Куда еще можно поехать? Пойду посоветуюсь с детьми. Пойдет. Пап, давай лучше в Америку. Поехали в Нью-Йорк. Хорошая идея. Сейчас быстро позавтракаем и будем собираться, потому что до Нью-Йорка ехать 700 километров. Один чемодан в сборе. Лукас, закрывай. Где-то тут у нас есть еще второй чемодан. Лукас тоже похож, он в сборе, закрывай. А книжку? Отлично. А это как раз комната Лукаса. Кто знает английский, напишите в комментариях, что означает эта надпись. Загрузили машину, уже сейчас будем наконец-то выезжать. Ну что, все в сборе, поехали. Поехали. Все сидят и молчат. Мы начинаем наш путь в Нью-Йорк и столице Канады, Оттавы. Ехать нам 700 километров или около 7 часов. Причем до границы США от нашего дома всего полтора часа. С канадским паспортом границу было пройти очень просто. Кстати, посмотрите наше видео про силу канадского паспорта по ссылке в углу экрана. Проехали мы границу. Машин вообще не было на контроле. Пограничник спросил просто, куда мы едем, откуда, на сколько дней, сколько у нас денег и все. Сказал Welcome to New York. Сейчас нужно немножко адаптироваться к скоростному режиму, потому что если в Канаде километры в час, то в Америке мили в час. Немножко все по-другому, непонятно, как это все ехать. А так, как видите, приехали мы опять в зиму, по Онтарио ехали и снега было меньше, а тут прямо что-то в лицо такое. Снежок. Я уже думал, весна настала, а еще нет. Во время нашей поездки мы попали немного в прошлое. Если в Канаде у нас уже почти не было снега, то штат Нью-Йорк встретил нас снегопадом, ледяным дождем и авариями по дороге. Ребята, вы потом будете говорить, что в Канаде холодно. Я вам показывал, какая погода в Оттаве и по дороге в Торонто, а вот по дороге к Нью-Йорку. Я не знаю, но в Америке жить холодно. Первый привал в нашем путешествии – это Бургер Кин. Попробуем, как там делают американские бургеры. Все как в Макдональдсе, но это не Макдональдс. Так как мы остановились в Нью-Йорке всего на несколько дней, мы побывали только в одной его части – Манхэттене. Лет десять назад мы уже тут были, но тогда город оставил противоречивые впечатления. Сейчас же, несмотря на недостатки мегаполиса, он нам понравился, а Иванка вообще задумалась о переезде сюда. Всего Нью-Йорк состоит из пяти районов – Манхэттена, Пруклина, Квинса, Буронокса и Сайтен-Айленда. К Сайтен-Айленду я еще вернусь. Кратко остановлюсь на Манхэттене. Его считают сердцем Нью-Йорка, где сосредоточены величественные небоскребы, знаменитый Бродвей и Центральный парк. Все дальше покажу. После спокойной Оттавы Манхэттен вначале показался каким-то диким. Пешеходы кидаются под машины. Те в ответ постоянно сигналят. Очень часто слышно сирены скорых. Велосипедисты вообще не смотрят по сторонам и просто едут куда, куда им надо. Меня поразило количество такси. Также очень много больших машин типа Cadillac Escalade. Осталась задача запарковаться. Я не знаю, как мы это будем делать. Люди кидаются под машину, машины кидаются под машины. Отдельная история – это паркинг. Он очень дорогой, один час легко может стоить десятки долларов. Мы запарковались при отеле за что-то типа 80 долларов в сутки и решили машину не трогать. Дальше очень много гуляли пешком. Чтобы лучше разобраться в городе, мы наняли экскурсовода. С ним еще познакомим дальше. Успешно запарковали машину и заселились в номер. У нас их даже два. В одном старшие дети, во втором мы с Иванкой и может быть с Лукасом. Ничего необычного. Есть у нас кровать и диванчик. И сейчас посмотрю, что из окна будет видно. Лукас, как тебе отель? Нормально. Плохо, что бассейна нет. Немножко скрипит. Ну, проживем. Что ты там уже нашел? Это чтобы открывать бутылки. Хорошо есть посуда. Ложки, вилки, тарелки, стаканы. Можно жить. Неплохой отель. Микроволновка, посудомойка, холодильник большой. Все, остаемся на пару ночей. Даже, может быть, на три. Я сейчас нахожусь на Таймсквее. Тут очень многолюдно, очень светло изо всех этих вывесок светящихся. Будем сейчас ходить и смотреть, какие есть магазины. Первый вечер мы прогулялись по Таймсквее. Это перекресток не просто сердца Манхэттена. Он является пульсирующим сердцем всего Нью-Йорка. Названное в честь здания газеты Нью-Йорк Таймс, Таймсквее является эпицентром культуры, искусства и развлечений. Здесь светло даже вечером. Все в рекламных экранах и кипит жизнью. Покажу несколько выступлений уличных артистов. Мы зашли в несколько магазинов. Лукас, что ты нашел себе? А чего стоишь возле котиков? А что мама принесла сюда? Понятно. Сделаем Америку снова великой. Если будете в Нью-Йорке, обязательно загляните в фирменный магазин ММДемс. В нем продаются знаменитые конфеты на вес всевозможных вкусов, размеров и цветов. Причем можно выбрать совсем нестандартные. Лукас на них потратил чуть ли не все свои карманные деньги. Кроме конфет вы можете купить кепки, футболки, тапочки, прочую одежду и сувениры. Прямо на площади вы можете подать свою заявку для того, чтобы вступить в американскую армию. Правда, не знаю, доступно ли это иностранцам. Напишите в комментариях, если у вас есть информация. В следующее утро как-то удивительно совпало с моим днем рождения. На кровати произошла распаковка подарков. Потом старшие дети пошли работать в библиотеку, а мы с Иванкой и Лукасом отправились гулять по Манхэттену. Для этого пришлось одеться потеплее, потому что погода постоянно менялась, но хоть не было дождя. Везде попадались магазины известных брендов. Лукасу больше всего понравилось в Нинтендо. Заказал себе игровую приставку на день рождения. А мне понравилось одно волшебное место возле Рокфеллер-центра. Рядом с Рокфеллер-центром находится каток, и люди катаются, и все окружено небоскребами. Следующим пунктом назначения у нас был собор Святого Патрика, построенный в середине 19 века. Если хотите на время сбежать от городской суеты, то вам сюда. Интересно, что собор оцифровали, и вы можете пожертвовать свои деньги, отсканировав штрих-код. Напротив собора расположился магазин лего. Внимание! Если у вас есть дети, можете в нем надолго застрять. Шикарный магазин лего. Всего выдержано той же тематики, как и сам Нью-Йорк. Конечно, продаются обычные наборы. Тут можно провести много часов. Стоящего полароида у меня не было, но можно купить такой набор лего. Стоит 80 американских долларов и собрать. Статуя свобода озорнится. Давайте поговорим по поводу чистоты. Я где-то слышал, что город грязный, но мне так не показалось. Да, можно встретить выставленный мусор в черных пакетах. Иногда наблюдать странный пар из люков, попадаются бомжи, но в целом Манхэттен ухоженный. Про другие части Нью-Йорка ничего не скажу не был. Вот что неприятно, так это сплошной бетон. Есть много площади, вообще без деревьев. Но, с другой стороны, также попадаются шикарные парки. Владельцам собак, скорее всего, здесь тяжело, потому что практически нет места для выгула питомцев. Нам попался один парк для этого. Вернусь к нашей прогулке. Лукан заметил вывеску магазина Гарри Поттера и мы там тоже застряли. В нем можно купить волшебные палочки любимых героев, одежду и прочую атрибутику. А еще попробовать настоящее сливочное пиво из сувенирного стакана. В отель мы вернулись со судом эликсира удачи. Вечером мы отпраздновали мой день рождения в ресторане. Сразу скажу, что они здесь дорогие. Очень дорогие. Но есть альтернатива – уличная еда. После перекрестков расположены так называемые «фудкартс» – фургончики на колесах, где изготавливают и продают разнообразную еду, включая хот-доги, баранки, шаурму, кофе и многое другое. Они являются важной частью уличной культуры города. Стоимость по сравнению с ресторанами раз в 5 дешевле, а может быть и больше. На следующий день мы пошли гулять по другой части Манхэттена. Мы попали в очень дорогой район вдоль 5-й авеню. Магазины «Кортье», «Гуччи», «Тиффани» – это там. В них мы не стали заходить, но зато побывали внутри Трамп Тауэр. Вы можете по-разному относиться к Дональду Трампу, я же считаю, что он однозначно знаковая фигура. Здание очень красивое, такого шика в Канаде я не припомню. Хорошо живется Трампу. Дорого, богато. Такие все красивые места в разных частях. Знаю мира, Америки. В Трамп Тауэр решили перекусить. Лукас заказал себе мороженое. Иванка, тоже мороженое, как тебе. А я чаек и вот такой тортик. И за все заплатил 36 американских долларов. Недешево. Туда же вода фирменная. Трамп. Ранее я никогда не был в магазине Apple возле 5-й Абеню. Это один из самых узнаваемых магазинов в компании, символ которого стеклянный куб, служащий входом в подземный торговый зал. Этот магазин является круглосуточным и известен своим уникальным дизайном и архитектурой. Плавательные очки от Apple. Вроде говорят, в них хорошо нырять. Все-таки переливаются. Дальше мы отправились в центральный парк Нью-Йорка. Это прям оасис посреди каменных джунглей и небоскребов. В Марсе деревья еще не зацвели. Однозначно повод приехать сюда еще раз летом. Большое количество лавочек. У каждой лавочки имя какое-то написано, в честь кого оставили ее. Пока мы ходим гуляем по парку, Лукас у нас подъедает попкорн. Вот такая у меня замечательная шапка. Я могу вот так ухом делать, могу вот так. Вообще супер. У нас красные люди идут. Под машины кидаются. Велосипедисты тоже нарушают все правила. Это еще спокойно тут. Еще заметил, что много людей ходят с такими тележками. На них обычно доставку всякую делают, посылки и прочую ерунду. Вечером мы встретились с Русланом, экскурсоводом из Нью-Йорка. Мы твердо заявляем, что несмотря на то, что готовились к поездке, читали про город и достопримечательности, благодаря ему посмотрели на Нью-Йорк иначе и даже немного влюбились. В описании видео оставлю ссылку на инстаграм Руслана. Так, мы спустились в метро Нью-Йорка. Удивительно, что сверху находятся небоскребы, а под ними расположилась сеть туннелей железной дороги метрополитена Нью-Йорка. Метро было открыто в 1904 году и с тех пор неустанно развивается. Сегодня это одна из самых больших и старейших подземных железных дорог в мире, насчитывающая более 472 станций и около 380 км путей. Подземка достаточно сложная для ориентации туристам, но позволяет сэкономить много времени, чтобы добраться в нужное место. Мы опустили вход бесконтактно за 2 доллара 90 центов с человека и потом удобно расположились в вагоне. В Отапе метро нет, очень не хватает, чтобы добраться до центра. Давайте взглянем на башню Свободы, стоящую на месте разрушенных 11 сентября башен Близнецов. Это не просто здание, это символ мужества, единства и возрождения. Стоимость строительства составила около 4 миллиардов долларов, а ее высота 1776 футов, что символизирует год обретения Америки независимости. Рядом с башней Свободы находится Окулус – архитектурное чудо, самая дорогая железнодорожная станция в мире. Ее необычный дизайн делает эту станцию, похожую на белую птицу или динозавра, готова взлететь. Это не только транспортный узел, но и огромный торговый центр. Мы останавливаемся у мемориала 9.11, место, которое никого не оставит равнодушным. Здесь, где когда-то стояли всемирные торговые центры, теперь два огромных фонтана в форме отверстий. Это место памяти и скорби, напоминающее о жертвах трагических событий 11 сентября 2001 года. Мемориал включает в себя два бассейна, расположенных на месте оснований башен Близнецов, с именами всех погибших, выгравированных вокруг. Посещение этого места – это дань уважения и момент размышления. Единственное дерево, которое выжило во время теракта. Его вначале перенесли в другое место, а потом вернули. Вот это южный фонтан, он отчерчивает контур бывшей башни, ровно футпринт, то, что называется от нее. И здесь северное. Все это объединено молоденькими дубами вокруг. Каждое из этих деревьев является неотъемлемой частью мемориала. Очень большой смысл несет. Мы с вами к этим дубам вернемся потом. Дальше видим, что по внутренним стенам вода стекает, ударяется вниз о каменное дно фонтана. И вода медленно-медленно уходит в квадратное отверстие на дне. Вот эти отверстия на дне, они намеренно сделаны таким образом, что ни с одной из сторон человек даже самого высокого роста не может разглядеть ее дна. Создает такая видимость бездны, куда, по мнению архитекторов ушли фактически люди. Тут перечислены имена погибших. Роза означает, что у человека сегодня день рождения. Следующая наша остановка – 10-е пожарное депо Нью-Йорка, герои которого первыми прибыли на помощь во время атак 11 сентября. Памятник посвящен пожарным, павшим в тот день, является напоминанием о их мужестве и самопожертвовании. Всего погибло 343 пожарных, в их честь было высажено 343 дуба. Пройдемся по улицам финансового района до здания Федеральной резервной системы, где хранится один из самых крупных золотых запасов в мире. Стены этого здания скрывают более 5000 тонн золота. Мы не могли пройти мимо Уолл-стрит, сердца американской и мировой финансовой системы. Здесь находится Нью-Йоркская фондовая биржа – место, где решается судьба миллиардов долларов каждый день. Именно здесь в 1929 году произошел обвал, который привел к Великой депрессии. Как думаете, что тут делает эта девочка? Пишите в комментариях. Символ мощи и непоколебимости американской экономики – скульптура быка на Уолл-стрит. Теперь самый интересный и бесплатный способ увидеть Нью-Йорк и сфотографироваться на фоне статус свободы – это прогулка на пароме Staten Island Ferry. Для того, чтобы ограничить число машин в Манхэттене, жителям другого района Нью-Йорка – Staten Island – уже много лет предлагают перемещаться на бесплатном пароме. В часы пик он отправляется каждые 15 минут, чем мы и воспользовались. Просто посмотрите, какой открывается шикарный вид на Нью-Йорк. Также получаются классные фотографии статуи свободы. Кстати, иммигранты, которые приплывали в США, ее встречали в первую очередь. А дальше попадали на остров Элис – важный символ американской истории. Сейчас в нем расположен музей иммиграции, но это уже отдельная история. Давайте быстро покажу нашу обратную поездку в Атаву и подведем итоги. Нью-Йорк, точнее Манхэттен – однозначно классное место для туристов. Его не изучить за одно посещение, и я рекомендую обратиться к экскурсоводу. Ритм жизни в городе не сравнится с Атавой, что-то похожее есть только в Торонто. Если же взять спокойные места Нью-Йорка, они по вайбу напоминают Ванкукс, Кувер. Цены дорогие, но вроде есть возможности зарабатывать соответствующе. Выехали мы из Нью-Йорка. Похоже, попал я на 50 долларов, потому что поехал по полосе там, где Толы, а у меня не было приемника. Как видите, погода такая осенняя, осенняя или весенняя, но хоть снега нет. Осталось нам ехать до Атавы около 400 километров и опять попали в зиму. В Нью-Йорке снега не было, а тут есть. Надеюсь, в Атаве не будет. Снега тут почти по колено, а Вадик вышел тапочкой кушать на привал. Я не знаю, куда мы попали. Надо пообедать. Кафешка посреди штата Нью-Йорк. Цены тут несколько раз меньше, чем в самом Нью-Йорке. Такие огромные стейки тут подают. Это у меня один салат. Курица, еще пюрешку не принесли. У Вадика тоже тарелка огромная. Айланги вообще куча всего. Подъезжаем к канадской границе. Перед нами машина из Флориды. Добро пожаловать в Канаду. Вот нормальные знаки, 50 километров в час. И добро пожаловать в нашу провинцию Онтарио. Открыто для бизнеса. Все в Канаде немножко наркоманы. Как только заехали в Канаду, сразу стали искать Тим Хортенс. А вот и Тим Хортенс. Куча всевозможных сладостей. Вот мы вернулись домой. Как видите, снега у нас практически нет. На этом я заканчиваю, наверное, наш влог. Если было интересно, ставьте лайк. Также напишите в комментариях, какой момент вам больше всего понравился. До встречи в Канаде!